так смотрите алексей посевом себя хочу вырастить то без чего не получится создавать абрикосов и сады по моему граница между третьей и четвертой зоны там вообще ничего не напутал так устойчивый местный подвой до сегодня мои опыты покажут абрикосы растут но очень плохо на других подвоях кроме самого абрикоса вы заметите абрикосы растут но плохо на других подвоях кроме самого абрикоса у него получается его опыт показал абрикосы только на абрикосы испытывал терн сливу алычу вишню вот кстати в этот год испытываю абрикос на персик господи персик растут если у него градусов 10-15 ниже а как же умудрять что да ну ладно гору осилит идущие правильно так подвой вселяет надежду ни один не выпрял и растет даже на сугренке почему не замерз но возможно несовместимость биологическая надо посмотреть при прививке посмотрел древесина разная те пять абрикосов как писал выжившие каждый год из ста саженцев вселяет какую-то надежду а так как костики брал не дикарей а ну так правильно поэтому 5 и 5 и 5 и 100 сокультурный да да еще чуть ли не четвертая зона есть надежда на хорошую культурность без прививки надеюсь семена все еще пока не дадут большой выход саженцев так смотрите что я сделал вот это вот фотографии лет 15 когда-то ко мне приезжали с дочкой главный редактор крупнейшего сибирской газеты и вот сделали фотографию еще той самой еще не было цветок цифровых фотоаппаратов это абрикос бай бай подчеркиваю на сливе вот это мой лучший результат который все-таки через пару лет погибло вот но тем не менее обратите внимание эту ветку то время я об этом не думал как я мог думать когда я выращивал сад на острове работал на заводе инженером да еще без выходных то есть умудрялся еще а это дача и получается что эту ветку если бы взять вот отрезать уже которая пожила на сливе на китайской на китайской сливе это еще труднее чем на венгерке так вот тогда бы несколько поколений и вот это вот вопрос был бы решен у вас получается сразу результат вот есть уж у вас жизнь заставила на плевать на персик то получается что это не тупиковый путь но это путь отчаяния мне так кажется видите вы у вас не получилось а у меня получилось на сливу но это надо было продолжать еще одно-два поколения вот и все получилось еще одно-два поколения и можно было бы тут дальше серия мог продавать саренцы абрикоса сливы абрикос бы стал короче меньше слива бы ну и так далее вот теперь смотрите сюда дело в том что у вас получилось я всегда провожу налоги с людьми видите значит пять штук выжила семена получились нет дикарей культурных потом наступит возможно прогресс потом регресс это очень сложная тема и мы с вами в моем этом самое гостевой до того уже вспомните сошла косовый камень одна крайность тысячи тысячи десятки тысяч опыленных цветков результат ну помните мы прошлом раз я писал гора родила мышь с другой стороны есть прекрасные результаты когда без всяких прививок и сразу вкусные сразу сладкие две крайности так получается значит никто никогда при этом не учитывая то что я называю деградации и я тогда взял аналогию решил взять это самое человеческую деградацию дело в том что у нас с вами очень плохая генетика страшно плохая мы просто видят человека среднестатистического который прожил там 70 лет он заработал букет болезни понятно вот то ли жил то ли мучился как правило уже дети тупеют так что потом всю жизнь приходится работать помните поговорку учись сынок а то всю жизнь работать будешь вот у сынка мозги в школа отбивает это отсюда ну то есть дети в школе тупеют со страшной силой это как будто нарушая не нарушая ну а как они такие же как мы значит они сами этого не знают что это отупление идет больше ничего и вот получается так что на самом-то деле мы далеки от идеала мы все я и наверно все кто меня слушает так вот и одной из причин было близко родственное скрещивание и она укается до сих пор настало миллионы потом миллиарды и все с вами родня мы все свои братья и сестры даже не сестры а сестры как говорит это религия братья и сестры вот и что получается это я просто так для оживляжа то сильно скучно мне лекция до взял картинку способные два человека заселить планету способны но больными людьми и мы все с вами больные извините что это самое я так говорю я взял набрал как бы сказать то я взял сейчас поймете там будет интересное письмо ниже вот мне этот термин знаком потому что он относится вот как видите здесь термин используется в отношении животных но тут есть животных растений так близко родственные связи страшная эта вещь и это же самое привело я железо утверждаю помните мои свежая кровь караси дикие из китая везут за валюту на украину так вот в общем как бы да мы уже сами догадываем те же самые проблемы вишневые сады погибли из-за того что они деградировали а когда деградация они болеют на больные навариваются эти же грибы а их только эти грибы взяли склассифицировали придумали против каждого гриба якобы якобы лекарство в данном случае лекарство можно смело назвать ядохимикат ядохимикат для грибов а лекарство для дерева чушь собачья самые настоящие до сих пор ни один человек на планете кроме нас с вами не знает что грибы не едят живое дерево только только эти вот доедают мертвичину которая есть всегда и вот получается что у вас я далеко зашел в своих рассуждениях далеко зашел но вот я не вижу чтобы у вас те 5 как вы пишете те 5 абрикосов вот вселяют надежду вот пожалуйста занимайтесь дальше вы дело в том что вот так же как левицкий продвинете конечно на север многое но настолько все обидно другое главное не отказаться самой идеи а идея заключается в том чем мы с вами занимаемся побольше подвоев прививка обязательно несколько поколений то вы где-то тут остановились видите остановились вот него неудачи все остановились вот испытывал и все и получается шар до пешка дошли но вы поняли что хотел сказать с главной дороги уходить нельзя у вас очень жесткий климат я посмотрел на границы дохать самых долги этих климатических зон не знаю как мог я не знаю не могу по-другому объяснить вот только так мы все больные мы все родственники это страшная вещь поэтому так и живем но вот это я уже раз показывал это так сказать натюрморта от этого это я фотографировал боднера бориса все выращено из косточек абрикосы крупноплодные сливы особенно черешни вот чем они хуже тех что привозят с украины это средняя азия вот это другая край теперь так еще покажу я просто не удержался последний из магикан на рынке самый последний у которого настоящая саженца с настоящими сибирскими подвоями тоже что у меня и лучшая на всю сибирь а ученые вспоминайте где ваши эти ученые красноярска абакана барнавула вот да когда-то если новая глава этого самого науки и запятая высшего образования когда-нибудь дойдет по что-нибудь стукнет что есть все таки еще настоящее с удовольствием пусть по углам вот когда-нибудь владимир Александровичу приедут настоящие ученые ну то есть которых погона ученых настоящие они нет я не знаю вот и вот это все выкупят у него лучшая коллекция в сибири груш и лучшая коллекция в сибири слив представляете у простого мужика а кто-то у него руки опускаются рядом крымский это самый северный крымский еще эти рядом с ним стоят представляете и эту дешевку сбываете люди берут вот это действительно все уже знаете как многие чтобы а вот там про сергея много там про себя много рассказывают но часто я про кого про левицкого рассказывал это подвиг совершил можно память и стать потому что живых нет другое дело что от этого рожки носки от этого абрикосов рай от абрикосов феномен осталось на дворе вам потому что вы научили убивать деревья господа из другого мира я потом ниже покажу буду мордой ты хоть мордой не вот за это обидно ну и сколько он продаст ну и сколько их тут ну два десятка но так чтобы штаны не упали что клево купить это все настоящие рядом эти самые знаете рядом я показывал те разы такой же панно только там яблоки размером с арбуз нарисованы я буду еще покажу как высказался так смотрим